Да, всем привет, я Рома, я руковожу продуктом Яндекс.Аренда. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто слышал про этот сервис, может быть, даже пользовался. Ого, отлично, отлично. В чем прикол этого сервиса? Он нетипичен для Яндекса, в рамках которого мы его делаем. Расскажу на примере. Мы его делаем в рамках бизнес-юнита вертикали, рядом с нами делаются еще такие сервисы, как автору, путешествия, недвига. Это все классные сервисы с большим дао-мао, но они все цифровые, они не оказывают никакого физического воздействия на мир, по сути, и у них нет физической услуги. В этом плане мы в Яндекс.Аренде, когда думали, какую проблему мы решаем, мы поняли, что для того, чтобы закрыть потребность пользователей, нам нужно выйти в оффлайн и в физическом мире что-то сделать. И парадокс в том, что даже в большом Яндексе на тот момент, когда мы это задумывали, не было примера сервиса. Вы можете вспомнить про доставку такси, там немножко другое. Поэтому нам негде было подчеркнуть опыт и информацию о том, как же вообще можно работать в оффлайне, а не только в онлайне. Поэтому два года назад мы пришли в ситуацию, когда мы все подтвердили, оценили рынок, поняли, что можно заработать здесь даже деньги. Но мы абсолютно не знаем, как это сделать. И за эти два с небольшим года мы прошли большой путь, насобирали кучу шишек. У нас теперь есть какой-то опыт их. Я хочу им с вами поделиться. Надеюсь, вам это позволит в будущем сэкономить время, деньги и нервы. Итак, если вы вдруг пришли в такую же ситуацию, как и мы, и вы хотите что-то оказывать, какую-то услугу в оффлайне вашим сервисам, первое, на что вам нужно ответить, это кто будет исполнителем вашей услуги, кто эти люди. И будет очень здорово, если вы сможете найти партнера под это. В таком случае вам не нужно будет думать про кадровые вопросы, вы сможете запуститься очень быстро, и в то же время вы получите уже какой-то уровень услуг, который будет. Однако рано или поздно вы приведете к тому, что это супердорого для вас, вы не сможете получать нужный вам фидбэк о том, что удобно, что работает, что нравится вашим пользователям, что нет, и в то же время вы не сможете никак влиять на процессы, даже если этого захотите. Поэтому в один прекрасный момент вы проснете с мыслями, а давайте наймем и обучим. Оп, да, вот так. И когда вы приходите к этому пункту, есть определенные вещи, которые следует сразу продумать, чтобы было сильно комфортнее вам дальше. Первое — это сходите к вашему чар-специалисту, к рекрутменту и расскажите про вашу идею. Они могут быть не в восторге от того, что им теперь нужно будет, по сути, нанимать массово каких-то людей с совсем другой мотивацией, там совсем другие процессы. Более того, вы не захотите, скорее всего, брать этих людей к себе в подчинение, потому что это огромный объем работы, проводить контроль, обучение и прочие штуки. Поэтому вам нужна будет какая-то структура, и там нужен будет лидер, который будет понимать цели бизнеса и транслировать их в исполнителей, и в то же время собирать фидбэк и переносить его к вам, чтобы вы могли сделать все лучше. Парадокс в том, что у таких людей, которые будут непосредственно оказывать услугу, у них другая система мотивации, не такая, как у нас с вами, скорее всего. Ее нужно продумать заранее. Она сильно более финансовая, нам нужно подумать, что мы сможем посчитать, как зашить премию. В процессе это будет менять довольно сложно, и люди будут путаться, поэтому лучше подумать об этом сразу. И еще один поинт, про который нужно подумать, это то, что вы не сможете обучать этих людей долго. В ваших же интересах сделать так, чтобы они как только пришли, день что-то почитали, прошли курсы и пошли в поле делать вашу работу. Поэтому сразу задумайтесь о том, как вы будете доносить информацию, как обучать, создать какие-нибудь инструкции, шаблоны, памятки. И это все сэкономит вам время в будущем. Окей, вроде как мы решили, либо нашли партнера, либо уже сразу решили, что проще будет нанять, порешали вопрос и придумали это все. Теперь нам нужно ответить на вопрос, а что непосредственно эти люди будут делать? Из чего будет состоять их день, конкретный выезд, и что им будет нужно для этого? Безусловно, в нашем мире, чтобы масштабироваться, чтобы делать удобные сервисы и извлекать больше прибыли, вы захотите сделать какую-то IT-платформу, которая позволит вам общаться в цифровом виде с вашими исполнителями, они будут вам передавать инфу. И тут есть несколько методов, как это можно сделать. Безусловно, в начале, на время пилота, вы можете просто сделать онлайн-формочку, онлайн-табличку, ничего не требуется, за один день собрали, стартанули, все довольны, но через месяцок вы придете в полный ад, когда кто-то подвинул столбец, что-то удалил, и все рассыпалось. Поэтому на пилот можете рассматривать, супер классно, но не более того. Что можно еще сделать? Сейчас, кажется, будет возможным сделать некую платформу для общения с исполнителями на основе чат-бота. Есть много готовых инструментов, чтобы создавать это без всяких разработчиков. Можно довольно быстро все создать, будет работать везде, практически на любом устройстве. Супер классно. Но в то же время в один прекрасный момент вы либо уберете в то, что не все там можно сделать, то, что вам нужно, или это, в принципе, становится очень объемной штукой, которой постоянно что-то нужно поддерживать, и рано или поздно вы скорее всего придете к тому, что давайте мы сделаем веб, какой-то личный кабинет, в котором мы будем показывать заказы, нужную информацию для выполнения самой услуги, а в ответ нам будут заполнять там всякую инфу, грузить фоточки и прочее. С современными веб-технологиями вы сможете сделать здесь все, что угодно практически. Это будет классно, но учтите, что вам нужна команда разработки, и по сути вы будете делать такой маленький продукт для людей, которые работают у вас со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, есть несколько сценариев, которые вебом вы закрыть не сможете. Из примеров приведу. Это работа с какими-нибудь фото-видео, вот если вам активно это нужно делать. Работа в оффлайне, когда нам нужно что-то без связи совсем сохранить, а потом, чтобы оно передалось, когда связь будет. И какая-нибудь активная работа с гео-точками, позициями. Вот если ваш сервис или идея активно связана с этим, то, возможно, вам сразу стоит подумать про полноценную нативную аппку. Там уже ваши возможности безграничны, но все за ваши деньги. Ну и время, естественно. При этом, если вы вдруг пойдете по такому пути, сразу подумаете о том, можно ли сэкономить и не делать сразу под все устройства, под все платформы, может быть, там можно что-то как-то ужать. Про это еще поговорим чуть дальше. Есть несколько особенностей интерфейсов, которые мы упускали. И вообще важно понять, что теперь у вас не основная метрика этой системы, которая у вас будет, и неважно в каком она будет виде, это не конверсия, потому что конверсия у вас база будет 100%, а это количество ошибок, возможно, где-то и удобства, и количество потерянного времени вокруг каких-то процессов. И есть парочка таких вещей, про которые мы долго к ним приходили и сформулировали примерно так. Первое — это ваши все сценарии, когда вы собираете информацию с ваших людей в поле, с исполнителей, она должна быть явной и обязательной. Вот у нас есть пример формочки, которую мы собираем по итогу съезда жильца. Мы спрашиваем, есть ли какие-то проблемы в квартире, и у нее есть проблема. Проблема заключается в том, что если человек не отметит ничего, то мы не знаем, это он забыл, это лаганула формочка какая-то, или правда квартира чистая. Поэтому везде делаете все состояния явные, требуете прожать кнопочку, пусть это потребует немножко времени в моменте, но зато вы сэкономите время потом, когда будете пытаться вспомнить, а что же там пошло не так. И второе, достаточно очевидно глобально, это давайте разобьем все сценарии, которые есть, их сделаем линейными максимально и поэтапными. И это справедливо для всех, в принципе, вещей, но конкретно тут очень важно сохранять данные на каждом шаге, потому что у нас были случаи, когда в процессе заполнения большой формы кто-то позвонил, браузер выгрузился, все пропало, и мы тратим время на заполнение данных еще раз. Поэтому делим на короткие этапы, сохраняем на каждом шаге и живем счастливую жизнь нашу. Обещали поговорить про то, как можно сэкономить на устройствах и не поддерживать все и вся. Тут важно подумать, а на чем будут работать ваши люди? Это очень классно, если вы скажете, что они могут работать на личных устройствах, в этом проблем нет. И это правда суперклассно, дешево, вам не нужно будет тратиться, не нужно будет закупать, масштабирование вообще легкое, но вы получаете зоопарк устройств, которые нужно протестировать, поддержать и проверить, что на них все работает. У вас могут быть сайд-эффекты даже на бизнес, в плане того, что, ну вот как у нас было, в зависимости от устройства, мы получали разные качества фотографий, и у некоторых исполнителей были настолько плохие камеры, что это мешало нам выполнять наши процессы. Ну и довольно сложно на личные устройства навязать какую-то хотя бы политику безопасности. Какой здесь есть совет общий? Подумайте на старте, если вы особенно что-то новое хотите сделать, чтобы первым исполнителям купить все-таки устройство, тогда вы сэкономите на тестировании, на всем и вся, а еще вы сможете это зашить в соцпакет и сказать, приходите к нам поработать и получите классные трубки, айфоны. Ну вот у нас это айфоны. И последнее, о чем нужно подумать, это про то, а нужны ли вам какие-то физические объекты для того, чтобы оказать услугу или забрать у клиента к нам. И будет классно, если вы скажете, нет, ничего такого не нужно, вы тут живете свою лучшую жизнь, не думаете и все классно. Но обычно в этот момент люди забывают про следующее, о том, что есть бахила, например, для того, чтобы ваш исполнитель мог зайти в квартиру клиенту, всякий мерч, раздатка, какие-то акты бумажные и прочие вещи, которые в реальном мире будут у вас, в реальном мире, и с ними нужно будет что-то делать. И как только вы приходите к мысли, блин, классно, я тоже хочу, чтобы мой исполнитель выручал каждому магнитик. Сразу думаете о том, где и кто закупает, по какой цене, где мы это храним, как выдаем, как ведем учет, что достаточно, сколько это весит и прочий вопрос, который вам предстоит решить. Базово здесь советую вам, конечно же, распределять это все по территории, чтобы не лежало в одном месте, но скорее всего для этого вам нужна какая-то сеть точек вывоза, это может быть довольно сложно сделать на старте. Поэтому закладывайте тогда на доставку, либо закладывайте просто пустое время ваших людей, которые будут вынуждены ездить к вам в офис или на склад. Что ж, теперь мы вроде пришли к тому, что понимаем, что будут делать люди, мы понимаем то, кто это будет, и вроде готовы запускаться. Но давайте подумаем, а что будет на следующий день после запуска? Как мы будем вести контроль этого всего? И важная мысль, с которой вам нужно жить и привыкнуть к ней, теперь у вас есть геопараметры для всего абсолютно, для всех ваших процессов, метрик и прочих штук. Поэтому важно выбрать того поставщика данных, их не так много в России, которые вам будут адрес сконвертировать в точку, рисовать полигоны, карты, вот это все. И заложить это в вашу бизнес-модель. Кроме того, и половина ваших отчетов теперь будет на карте, с участием улиц, районов, городов и прочего, поэтому сходите к аналитикам, расскажите им об этом. Возможно, следует заранее потратить время и понять, как это все будет работать. Логистика и все, что мы вкладываем в это понятие, позволит вам расти, уменьшать затраты, но вам нужно приготовиться инвестировать время и ресурсы в то, чтобы это работало все лучше и лучше, чтобы лишнего времени, которое тратят ваши люди, было как можно меньше, и оно тратилось всегда с пользой. И последний важный поинт. Как только вы выходите из офиса и ваша услуга в реальном мире, возникает погода, пробки, и время года начинают влиять на то, как быстро вы это все можете сделать. Поэтому планируйте то, что, например, перед Новым годом в снегопад вам нужно больше людей, чтобы сделать ровно тот же объем, который вы делаете летом. Что про контроль качества? Как проверять то, что люди делают то, что вы от них хотите, а они выдумывают что-то свое? Вы не можете постоять за спиной, вы не можете проверить по логам даже отчасти, потому что это живое общение с людьми, которые вы не сможете проверить. И тут есть несколько методов. Первый, самый базовый, простой, это тайные покупатели и контрольные закупки. Ничего нового, но штучные вещи, штучные проверки, они массовые. Поэтому с самого начала задумывайтесь о том, чтобы сделать сбор оценок, фидбэков, пожеланий на всех этапах, на которых вы касаетесь людей, клиентов ваших. И когда вы это делаете с атрибуцией до исполнителя, вы сможете это все собрать потом в табличке, посчитать красивые метрики, и все у вас будет уже более системно. И еще один полезный источник информации о том, что что-то идет не так, или наоборот что-то очень ценится вашими клиентами, это публичные площадки, отзывы. Там люди достаточно охотно могут подсветить, что там что-то пошло не так, и это повод пойти и посмотреть более детально, что же там было. И после того, как вы провели весь этот контроль качества, вы решите, что вам нужно что-то изменить явно. И внедрение изменений в таком процессе, оно тоже имеет ряд особенностей. В частности, вы не сможете собрать всех, десятки ваших людей и сказать, теперь вот вы будете вот так работать. Ну, это тупо не так эффективно и просто сделать. Поэтому вам нужны асинхронные методы донесения информации. Безусловно, это могут быть какие-то синки в онлайне, в зуме. Если это можно, супер классно оперативно обменяться данными. Но также думайте про телеграм-каналы, рассылки, базу знаний, где это все можно будет спокойно почитать. Если вам важно проверять, насколько люди усвоили это все, думайте про онлайн-курсы, онлайн-тесты и прочие вещи. И отдельный квест и задачка возникают тогда, когда вы хотите не на всех это раскатить, а подтестить. Типа давайте мы классический АБТ здесь сделаем. И вот АБТ здесь впрямую не заходит у нас, потому что вы не можете сказать людям, вот вы каждому второму клиенту должны говорить по такому скрипту условно так делать, а каждому второму так. Поэтому делите либо по гео, лучше всего по городам, либо делите ваших исполнителей на две части или там на три и внедряйте это все по кусочкам. Но опять же аналитики, если у вас есть, они вам помогут здесь все более точно посчитать, посмотреть. Все, кажется, мы посмотрели, кто должен выполнять услугу, как мы будем это делать, как они это будут делать, как ведем контроль, как внедряем, и кажется, все. Мы все предусмотрели, все классно. Плохая новость? Нет. Как только вы выходите в оффлайн, количество всяких ситуаций, которые может возникнуть, оно безгранично. Вы их все не продумаете никогда. Это все прям бессмысленная вещь. Мы пробовали все предусмотреть, случилось совершенно другое, то, к чему мы условно не были готовы. Но хорошая новость в том, что можно к этому всему приготовиться. И первое, что нужно сделать, это донести точку входа в случае какого-то происшествия. В случае, как, например, мы все знаем, при пожаре звонить 112, также вы можете сказать, в случае чего пиши в тележку или в случае чего звони сюда. С другой стороны, вы должны понять, а что вы будете делать в этот момент. Вот кто-то написал, позвонил, или не вы, а еще кто-то это будет делать. И кто будет принимать решение дальнейшее. Здесь соберите какую-то кризисную команду. Это, скорее всего, будет юрист, пиар-отдел, может быть, технический специалист, еще кто-то. И приготовьтесь решать нестандартную задачку, которая у вас возникнет. Я уверен, нерешаемых ситуаций в целом нет, просто нужно подумать. Хорошая еще новость в том, что практически любой казус, который у вас возникнет, можно сгладить или вообще закрыть с помощью денег. Поэтому выделяем бюджет сразу на подарки и извинения. Если что-то пойдет не так, можно заселить людей в отеле, купить им новый телик, сделать им ремонт вообще вдруг что. И клиент останется вообще довольным. Ну и если вы понимаете, что у вас есть какие-то частотные риски или другие риски с высокими суммами, то сходите в страховую, поговорите. Возможно, это позволит вам не бюджетировать огромную сумму денег, а в случае чего это взять из страховой. Ну вот теперь точно кажется все. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Не бойтесь делать онлайн-сервис, офлайн-сервис, вообще любые сервисы. И надеюсь, мы все с вами будем пользоваться классными продуктами. Всем спасибо за внимание, успешных запусков и растущих метрик. Спасибо большое, Роман, за доклад. А сейчас ваши вопросы, друзья. Все в микрофон. Здравствуйте, спасибо за доклад. Было очень интересно. Тут больше, наверное, вопрос не по теме, а в целом про пользовательский опыт Яндекс.Аренды. Интересно узнать, как… Ну, то есть это же недавно появилось, как раз было Яндекс.Аренды, где вы показывали, как видео приходит у риэлтора, то есть люди с риэлтором не видятся и сразу передают ключи. И вот как ваше решение, как Яндекс.Аренда отзываются непосредственно сами, получается, конечные потребители, которые покупают, ну, берут в аренду и сами арендаторы. Интересно узнать. Да, смотри, мы официально запускались чуть больше двух лет назад, 1 июня у нас вроде бы был официальный запуск. К активному вот онлайн-сдаче, то, что вы могли видеть на Яке 2022, про что ты сейчас говоришь, это… ну, мы к этому шли тоже, да, то есть там под капотом были всякие системы проверок, 3D-туры, которые мы делаем и информацию, которую мы собираем на старте для того, чтобы снизить риски людей и мы идем к тому, чтобы ты получал, в принципе, всю ту инфу, которая тебе и так нужна. Ну, и отвечая на твой основной вопрос, какой опыт? Есть разные люди, безусловно, кому-то он говорит, нет, я хочу посмотреть, у нас такая возможность в целом тоже есть, типа, я хочу посмотреть, но сейчас у нас 90% людей селится с онлайн-просмотров, конечно, у нас есть проблемные кейсы, безусловно, но они, типа, штучные на тысячи сданных квартир в месяц. Мы стараемся минимизировать проблемы, понятное дело, но, типа, базово люди воспринимают это, люди ценят, в отзывах пишут, это было лучшее за всю мою жизнь вообще, как я снял квартиру, и мы в целом верим, что за этим будет норма рынка снять так. Спасибо. Рома, у меня такой вопрос, скорее, про стратегическое развитие. Когда-то давно мы звонили по телефону, чтобы заказать такси, и затем сервисы заказа такси изменили требования пользователей, поведение. Есть ли у Яндекс.Аренды какие-то похожие цели по изменению пользователя? Ну, пользователям мы вряд ли хотим менять амбиции, изменить рынок и сделать его прозрачным, доступным, цифровизированным, как угодно. И там, где люди не боятся быть кинутыми, безусловно, есть. Что для этого нужно сделать? Ну, пройти достаточно большой путь, потому что есть не только технические проблемы, есть юридические в нашей стране, где не все так гладко и возможно, и в то же время в привычках. Вот эти привычки, их менять, конечно, сложно, когда ты это делаешь раз в три года или когда ты заказываешь такси раз в день. За счет этого привычку чуть сложнее будет в такой сфере привить людям. Спасибо за вопрос. Привет, спасибо за доклад. У меня два вопроса будет. Первое, можешь ли ты поделиться какими-то кейсами, которые выбивали просто вас и вашу поддержку из колеи, вы думали, как их нормально решить. И второй, вот та система, про которую ты рассказал, как будто этот пошаговый план, считаешь ли ты, что он сейчас у вас устаканился и хорошо работает, или все-таки есть еще какие-то вещи, над которыми надо поработать, и что вы дорабатываете, что-нибудь там закрывает все-таки не все. Начну с конца. Спасибо за вопросы. Начну с конца. Оно, безусловно, дорабатывается у нас постоянно. Мы по факту оцифровали все процессы, которые у нас есть. Вот буквально в этом году до этого у нас где-то были формочки, прикрученные сбоку или еще что-то. Да, наверное, сейчас там что-то еще есть, но уже не такое критичное. Поэтому, да, у нас есть какие-то процессы. Мы их перевели на такой вид. Они не фиксированы, меняются в процессе, и мы продолжаем все делать поэтапно. Тут ничего статичного нет. А вот про кейсы. На ум идет то, что не хотелось бы рассказывать. Давай, если хочешь, потом расскажу в более узком кругу. Окей. Привет, спасибо за доклад. Хотел спросить про метрики. Собственно, на чем вы фокусировались в начале, когда только запускались или в первые полгода? И изменилось ли сейчас вот такое целеполагание в плане фокусных метрик? Да, смотри, мы до сих пор считаемся развивающимся сервисом, поэтому для нас важен рост. И он рост либо в деньгах может считаться, либо в юнитах твоих, типа в юзерах, в квартирах. Вот у нас базовая сейчас это квартиры, наверное, во вторую очередь это деньги. Ну вот так примерно. Со временем это все меняется, и вот мы видим, что вследом будет, наверное, чуть больше деньги, чуть меньше квартиры. При этом появляются уже сейчас, вот в этом году были важные задачи и цели про то, сколько нам нужно операционных рук для того, чтобы закрыть столько-то выездов, столько-то квартир и прочих штук. И мы стараемся это сейчас, по крайней мере, не растить, потому что процессы все более сложные, но мы стараемся их сдерживать. У нас есть план про то, как это еще и снизить, чтобы мы, типа, условно, могли на тысячу квартир это сделать не десятью людьми, а восьмью. Поэтому, если коротко, цели сейчас про рост, так или иначе появляются какие-то второстепенные цели про экономию, про экономику и прочие штуки. Надеюсь, ответил. Спасибо. Спасибо за доклад. С квартирами более-менее понятно, но вот интересно, с точки зрения пользователей и привлечения пользователей, были ли какие-то у вас интересные фишки по привлечению пользователей, что что-то там круто или как-то неожиданно сработало, или же это просто залили бюджет в рекламную систему Яндекса и, в общем-то, получаете лидов, как-то с ними работаете? У нас есть проблема. У нас сложный продукт, к которому рынок не привык. Никто, не тот, кто сдает, не тот, кто снимает. Поэтому, когда ты вливаешь деньги в рекламу, ты не можешь в двух словах описать все. Поэтому очень сложно влить деньги просто и донести всю классность. Типа нужно прям видосики кидать и говорить, вот смотри минуту, тогда ты поймешь суть. Я условно говорю. Но если говорить про то, что залетело прям совсем, вот классно зашло, и оно так как-то в начало шатковалка, а потом прям типа отлично пошло, это наша фича под названием поручительство. Когда жилет задерживает оплату, мы со своего счета отдаем эти деньги сразу в день в день, как тебе нужно было, а потом уже пытаемся их забрать жильца. И вот это сложно доносить было, как это работает. И когда ты сдаешь квартиру, ты не думаешь в том, что тебе могут не заплатить чаще всего. А когда это случается, он такой, блин, классно, Яндекс дал мне деньги, я теперь могу ипотеку закрыть, там типа машину взять или еще что-то. Вот, наверное, такой пример хороший, который хорошо взлетел и был понятен. А что изменили, что была шатковалка, а стало круто? Ну, наверное, когда люди начинают этим пользоваться, вот это начинает их цеплять, и они начинают это ценить. То есть когда ты спрашиваешь собственника о том, что тебе понравилось сразу после сдачи, он там называет, что я не потратил время условно, там и все классно. А когда ты спрашиваешь, а в чем ты видишь ценность сервиса спустя полгода? Он такой, вот в этом, вот в этом и вот в этом. И типа я уже, он не думает про время, которое там было, которое мы ему сэкономили. Он понимает, что есть сервис, который там поможет, напомнит, переведет деньги, самые прочие штуки сделает. Поэтому вначале люди не понимали этого, потом со временем они поняли, что это классная фича. Понял, спасибо. Спасибо. Да, и давайте последний вопрос. У нас потом следующий очень интересный доклад. Привет, спасибо. Подскажи, как вы оцениваете теперь свое положение на рынке, оффлайн недвижимости? Можем ли мы говорить о скором истреблении риелторов в каком бесполезной прослойке населения? Получилось ли уже пошатнуть рынок в этом направлении? Смотри, давай расскажу про цифры. Мы сейчас входим, по разным оценкам можно смотреть, мы сейчас входим точно в топ-5 агентств на рынке, как в Москве, так и в Питере. Где-то в топ-3, ну, короче, в топ-5 прям точно войдем по всем параметрам. Можно ли их истребить в скором времени? Ну, наверное, у нас такой цели нет, прям типа истреблять агентства где-то. Это не про нас, у нас есть рядом бизнес недвижимости, который в том числе живет за счет этого. И мы скорее думаем про то, что нам нужно показать, как это работает и, возможно, где-то выстраивать партнерские отношения и давать им платформу, чтобы они могли сделать это так же, как и мы. И там какая-то другая модель будет, возможно, еще что-то. Но прям типа цель ставить такую, чтобы только мы остались, ну, пока нет. Есть цель сделать рынок более цивилизованным, то, чтобы остались только мы, это уже может быть как один из итогов только. Надеюсь, ответил. Да, спасибо. Все, да? Спасибо. Если есть еще вопросы, давайте я вот отойду туда, и мы с вами все обсудим. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok